Приветствую вас и, признаться честно, я думаю, что вашу проблему нужно рассматривать в определенной совокупности. То есть, что я хочу этим сказать. Знаете, если вы в университете, ну, как бы учитесь в университете, да, и у вас до сих пор, условно говоря, нету, ну, или нету, или не было отношений с девушками, то это, на самом деле, весьма, весьма, я бы сказал, приводный звоночек, потому что это может говорить о том, например, что вы не уверены в себе, это может говорить о том, например, что вы можете сниваться в себе, это может говорить о ваших комплексах, о неуверенности в себе, ну, и так далее. Причин может быть много, и не всегда, не все они сразу вот так вот понятны. И чтобы их понять, чтобы их понять, понимаете, важно не просто понять, а важно правильно понять, важно правильно понять, что с вами вообще происходит. Важно правильно понять, как у вас обстоят дела, важно правильно понять, почему у вас никогда не было отношений, и изначально исходить нужно из этого. Далее, далее, речь идет так, вы пишете, и пишете вы совершенно определенно о том, что девушка вам понравилась, девушка вы быть хотите, но вам что-то мешает. Мешает вам, как я понял, то, что вы допустили вначале ошибку. Эта ошибка теперь не дает вам возможности нормально общаться с этой девушкой, и, соответственно, давайте подумаем по факту, какую ошибку вы допустили. Ну, попросили вы ее номер телефона. Ну, не дала вам она свой номер телефона, в этом нет ничего такого, знаете ли, вот прямо сверх необычного. Но другое дело, что для вас лично это вызвало мандраж. Вы лично вы испытали достаточно серьезное потрясение из-за этого. Значит, вы чересчур слишком сильно замотивированы на то, чтобы быть с этой девушкой. Тогда возникает вопрос, а почему и откуда у вас такая чересчур сильная мотивация по налаживанию отношений с этим человеком? Откуда? Почему у вас такая сильная мотивация? Казалось бы, ну, совершенно очевидно, да, что человек может быть, ну, может захочет, может захотеть вступить с вами в отношения, а может и не захотеть. Чем вызвана ваша чересчур мотивация? Понимаете, когда и если вы чересчур замотивированы на то, чтобы чего-то достичь и чего-то добиться, вы начинаете сами того, может быть даже не замечая и не понимая, применять творческий подход к тому, что вы делаете. Что значит творческий подход? Творческий подход это значит не типовые решения, а типовые задачи. То есть, по сути дела, совершенно обычная штатная ситуация. Нужно познакомиться с девушкой. Но вы в этом так сильно заинтересованы, что для вас это мандраж. Соответственно, эту мотивацию и личную мотивацию, которая мешает вам адекватно и правильно рассматривать, как бы, те обстоятельства, в которых вы оказались, нужно снять. Для того, чтобы снять это, я думаю и надеюсь, что вам понятно, для того, чтобы снять, нужно подумать, а почему вы так сильно заинтересованы в том, чтобы быть с девушкой с этим. Может быть, потому что вы чувствуете себя, например, не слишком уверенно в себе. Может быть, еще по какой-то причине. Но какая бы эта причина ни была, с ней нужно разобраться. Потому что девушку вы сейчас отчасти воспринимаете как средство для решения ваших проблем. А это, это неправильно. Потому что девушка не обязана удовлетворять ваши потребности и желания, которые у вас, конечно же, есть. И прежде чем вступать с ней в отношения, вам нужно определить, а для чего же вообще вам она. И что вы хотите от отношений. И когда и если вы станете немножечко более независимым по отношению к ней, по отношению к девушке, вам, во-первых, будет легче наладить с ней контакт, потому что вы будете вести себя увереннее. Ведь откуда берется уверенность в себе? Уверенность в себе это всегда независимость. Независимость от другого человека. Независимость от собственной девушки, да? И если вы этой независимости добьетесь, то вам будет легче. Далее. Как себя вести с ней теперь, когда вы уже взяли у него телефон и она отложила о вас в не очень хорошем мнении? Ну, во-первых, вам все-таки нужно с ней пройти познакомиться, или если вы уже познакомились, то поговорить с ней нужно. Но только, пожалуй, нужно сразу предупредить о том, что она вам очень понравилась, например, как друг, и вы хотели бы общаться с ней так же, как друг. Либо как-то вот на какие-то общие темы с ней поговорить, чтобы она увидела, что вы интересуетесь ей не только и не столько как женщиной, да, но она интересует вас, например, как человек. Например, как, там, я не знаю, одногруппница, или как-то еще. То есть вот это все, в принципе, ну, очень важно, чтобы вы для себя вот это могли сделать. А если вы будете действительно переживать, то вам совершенно правильно мой коллега сказал, что вы не сможете нормально, адекватно с ней общаться. Ибо как можно адекватно общаться, да, если у вас гипермотивация на то, чтобы с ней быть? Сперва нужно проработать вашу неуверенность в себе. Откуда она взялась эта неуверенность в себе? Почему она у вас вообще появилась? Потом желательно бы, я бы сказал, желательно снять сверх мотивацию, которая у вас есть сейчас, да, мотивацию. И, собственно, стараться придерживаться более нейтральных моделей поведения и более нейтральных, таких, я бы сказал, большому счету, дружеских векторов общения. И вот, собственно, именно тогда у вас все может получиться более чем нормально. Ну, то есть так, как вы этого хотите. Вот, в принципе, то, что я вам хотел сказать по поводу вашего вопроса. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!